Всем привет! С вами Татьяна и вы на канале ТК Пейстри. Сегодня приготовим апельсиновые кейкпопсы. Количество ингредиентов вы также найдете в описании под этим видео. Итак, первым делом нам необходимо снять цедру с двух апельсинов. Снимать необходимо только оранжевую часть, иначе она будет горчить. Также нам понадобится 130 грамм апельсинного сока. Сок и цедру помещаем в сотейник. В просеянную муку добавляем разрыхлитель и все тщательно перемешиваем. Белки отделяем от желтков. И перед началом взбивания ставим разогреваться духовку на 180 градусов. В белки добавляем половину сахара и взбиваем до мягких пиков. Необходимую консистенцию вы можете видеть на видео. Белки перекладываем в другую емкость. А теперь будем взбивать желтки с оставшейся половиной сахара. А тем временем ставим на плиту апельсиновый сок с цедрой. И доводим его до кипения. Когда желтки посветлели и увеличились, добавляем в них растительное масло. Продолжая взбивать массу, добавляем к ней горячий сок. При этом скорость миксера необходимо увеличить, чтобы яйца не сварились. Далее в один прием добавляем просеянную муку с разрыхлителем. И опять же все перемешиваем. Теперь в тесто добавляем белок в три приема. Вначале перемешиваем массу достаточно интенсивно, а уже во второй и третий прием очень аккуратно, чтобы масса осталась насыщенной кислородом. Бисквит я буду выпекать в кольце диаметром 22 см. Выпекать буду при температуре 180 градусов 40 минут. Режим духовки вверх-вниз. Готовность проверяем на сухую шпажку. Высота бисквита получилась 5 см, а вес 780 г. Если выпекать в форме 20 см, то высота бисквита будет на 2 см выше. Этот бисквит просто идеален для тортов с клубничной, вишневой или смородиновой начинкой. Но сегодня я готовлю из него кейк-попсы. Разрезаю на мелкие части для того, чтобы легче было перебить в блендере. Он нежный, пористый и очень ароматный. Мои домашние готовы его есть даже без начинки. Все тщательно измельчаю. Мне понадобилось 400 г бисквитной крошки. Далее добавляю 50 г сахарной пудры и 100 г сливочного масла комнатной температуры. Так как бисквит сам по себе достаточно влажный, то больше ничего не понадобилось. Но если вы используете другой бисквит, который более сухой, то может понадобиться немного молока. Добавляйте по чуть-чуть и смотрите на консистенцию. Далее скручиваем вот такие шарики весом приблизительно 20-25 г. И отправляем их на несколько часов в морозилку, а лучше на ночь, чтобы они хорошо застыли. У меня вышло 20 шариков весом 25-26 г. Для шоколадной глазури мне понадобилось 150 г белого шоколада, который я предварительно растопила, и 30 г подсолнечного масла. Все тщательно перемешать и глазурь готова. Достаем из морозилки шарики, даем им постоять пару минут, а потом вставляем в них палочки, предварительно обмакнув в шоколаде. За счет этого конфета будет держаться на палочке. А теперь каждую конфету необходимо хорошо обмакнуть в глазурь. Стряхиваем лишний шоколад и ждем, пока глазурь немного застынет. После этого ставим на формочку бумажную. Так повторяем со всеми конфетами. Часть конфет я решила задекорировать в стиле единорожки. Из мастики сделала ушки, рог и глазки. Креплю их на конфету, предварительно обмакнув глазури. Но позже глазки я все-таки убрала с конфет, так как они из-за влажности в холодильнике начали течь. А добавила вместо них цветочки. А другие конфеты задекорировала звездочками разных цветов. Вот такие чудесные кикпопсы получились. И они прекрасно дополнили торт с единорожкой. Задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки и не забудьте подписаться. До встречи на канале ТК Пейстри.